Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ и СВР, а также международный консультант. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, и привет всем нашим зрителям. Сегодня будем говорить о следующих вещах. ФСБ спасет Россию. Неожиданно или возможно такое? Заговор против Шойгу или Шойгу, как там его правильно, и ФСБ получил нового врага Китай. Об этом, обо всем мы поговорим сразу после того, как ответим по традиции на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что это были интервью, короткие вопросы, короткие ответы. И вот такой вопрос. Может ли Китай заполучить ядерное оружие России? Думаю, что нет. На чем основываетесь? Ну, потому что никто не делится такими вещами. Даже если Россия любит Китай, в засос она ему не отдаст свое оружие. Может быть, Ирану Россия может передать тактическое ядерное оружие, но и то очень сильно будет смотреть на Израиль. И Тай поставит обычное оружие Кремлю? Нет, не поставит. Он поставит, может быть, какие-то материалы, может одежду какую-то поставить, может поставить немножко снарядов и каких-нибудь там патронов, но оружие передавать не будет. Настоящий ли Путин встречался с Си Цзиньпинем? Да, конечно, настоящий. Иначе Си Цзиньпинь просто не стал бы, не поехал бы к нему встречаться. Кто сейчас в России сильнее, ФСБ или ГРУ? Сейчас сильнее ФСБ, но смотря где. Потому что за рубежом ГРУ сильнее, чем ФСБ. Финляндия в НАТО. По идее, Путин должен нанести превентивный удар. Почему пропагандисты молчат? Наверное, вопрос из России. Никаких превентивных ударов по Финляндии Россия не может производить, потому что Финляндия НАТО. И если будет нанесен какой-либо удар по Финляндии, НАТО будет означать, что Россия объявила войну и начала войну против НАТО. И, соответственно, 29 стран НАТО присоединятся, чтобы оказать помощь Финляндии. Хорошо, давайте теперь поговорим о вопросах, которые нас интересовали последнюю неделю. И вот, наверное, один из самых таких вопросов, который сейчас обговаривают, это вот сложился с того, что Путину уже дали ордер. Он нелегитимен, получается, во многих вопросах. После этого ФСБшная шестерка, насколько я понимаю, Гиркин, тоже начал проезжаться по Путину жестко. Предлагал ему заткнуться, даже правильно, да? Возможно ли, что ФСБ на фоне всего вот этого вот дела готовит какую-то спецоперацию по устранению Путина под соусом «Давайте спасать Россию»? Совершенно не исключено. Совершенно не исключено. Потому что я убежден, что очень много людей реально внутри, в том числе внутри российских вооруженных сил и российских спецслужб, очень негативно относятся к тому, что Путин начал. Это не означает, что они любят Украину. Это мы должны понимать. Да, это не потому, что они разделяют какие-то помыслы украинской стороны, свободу, демократию и так далее. Нет. Просто они считают, что все это бездарно делается. Все, что бездарно делается, и что самое главное, что в этом нет никакой выгоды для России, для них нет выгоды. И есть прямая угроза существованию Российской Федерации. И в этом смысле Гиркин – это про это. Потому что Гиркин – это человек такой государственник российский, националист русский. Поэтому он не потому, что он любит Украину, ругает Путин, он ненавидит Украину. Но он считает, что вас можно было разбить проще, правильнее, по-другому. И он готов предложить свои варианты, как вас лучше, быстрее разбить. Получается, Путин в этом деле мешает, да? А он мешает всем. Путин сейчас мешает всем. Это я уже неоднократно говорил. Потому что Путин, в общем, затеял войну, которая всем не нравится, за исключением только тех, кто реально на ней зарабатывает. Против Путина выступают, с одной стороны, противники войны, которые считают, что эта война неправильная, несправедливая, жестокая и со всеми вытекающими последствиями. Их не так много. Дальше против Путина обыватель, которому просто не нужна война, которому хотелось жить спокойно, и которому не нужно никаких нам напрягов, не нужно никакого изменения экономики, падения экономики, девальвации рубля, проблем с дефицитом госбюджета и так далее. Вот этот обыватель тоже против Путина. Но он пассивно против Путина. Он просто внутри себя не одобряет. Он никогда не выйдет на улицу, он никогда не скажет это в прямом эфире, никогда не придет к вам, вот как я, и выскажет какое-то свое мнение. И против Путина русские националисты, то есть, ну, грубо говоря, фашисты русские, которые считают, что русская нация самая крутая в мире, должна всех завоевать. И они против него, потому что он, с их точки зрения, недостаточно хорошо ведет. С их точки зрения, ему надо было сразу разбомбить вас ядерными ударами. С их точки зрения, если уж воевать, так воевать. Тогда надо было сравнять с землей. Все ваши города крупные, а не только один Мариуполь, да, и не только один Северодонецк. Вот. И вот к этому крылу относятся Дугины всякие там и Гиркины. Вот. Но все недовольны Путиным. И по этому поводу, кстати, это интересная вещь, которую мы можем использовать, и которой надо говорить как можно больше, потому что они к этому потихонечку приходят. Что самый лучший для них всех вариант, это все свалить на Путина и его сковырнуть. ПСБ способна совершить переворот или кто-то может помешать? Военные, нацгвардия? Любая силовая структура способна совершить переворот. Но другое дело, что что будет дальше? Позволит им дальше осуществлять власть? Потому что ведь когда осуществляется переворот, это не самое... Есть две фазы, грубо говоря. То есть надо сначала его совершить, а потом удержать власть. Вот все они могут совершить. А вот удержат ли они эту власть, это совершенно другой вопрос. Это абсолютно другой вопрос. Ну хорошо. ФСБ или кто-то другой может удержать власть? ФСБ может удержать власть, потому что ФСБ имеет большую сеть агентуры. Кстати, ФСБ не такая сильная структура в смысле вооружения. Потому что у них у всех есть свое табельное оружие, то есть пистолеты Макарова. У кого-то есть немножко автоматов там каких-то, но у них, у ФСБ есть только пара-тройка каких-то подразделений силовых. Но они, конечно, не могут сравниться ни с полицией, ни с армией, ни с гвардией в этом смысле. То есть им, возможно, сложнее удерживать будет власть, если надо будет удерживать власть силовым путем. Потому что ФСБ это больше заговорщики. Это больше люди, которые влияют через агентуру, которые завербовали довольно много людей. Они в курсе всего, что происходит в стране. И по этому поводу они больше такие интеллектуалы, белые воротнички по сравнению с армейскими сапогами в вооруженных силах или в Росгвардии, или в полиции. Но они удержать власть могут, потому что они политики, они занимаются политикой. Они дают информацию о внутриполитических процессах, которые идут в стране. Они знают, что в стране происходит. И на них, кстати, возложена обязанность по соблюдению или по охране конституции, конституционного порядка. А если придут те, кто не хочет войны по какой-то причине? А если придут те, кто не хочет войны, и кто понимает, что это самоубийство, то есть подавляющее большинство, кстати, тех, кто вокруг Путина, тогда они, скорее всего, попытаются сначала заморозить войну, снизить градус. Может быть, добиться какого-то перемирия за счет того, что они не будут стрелять, и поэтому украинское законное наступление пока еще не готово, а украинцы пока еще не будут наступать, и начнут немедленно провести переговоры. И, возможно, даже отступят, чтобы показать свою добрую волю, условно. Сказать, что новое правительство пришло, и оно согласно уже пересматривать политику ведомой Путина, но нельзя это делать резко, и они сразу будут отзваниваться Зеленскому и скажут, ну вы же понимаете, если мы просто выйдем, нас не поймут, поэтому давайте мы пока замрем, мы вам обещаем, что мы все выведем, но не сразу, потому что иначе нас просто вынесут из Кремля. То есть вот это такая... Это может быть, кстати, обманка, да? Это может быть просто для того, чтобы выиграть время, и поэтому это будет сложно убедить в этом украинскую сторону, и западную сторону, что это реальные переговоры. Ну вот временным правительством, я так понимаю, хотят стать те люди, которые сейчас за границей, они там разрабатывают какие-то съезды, встречаются, разрабатывают законопроекты. У них есть шанс вообще? К сожалению, думаю, что мало у них шансов. Шанс есть, в принципе, шанс есть у всех, да, у всех есть всегда шанс, потому что вопрос о том, кто как этим шансом может воспользоваться, да. Но обычно в политике этим сложно воспользоваться, потому что, во-первых, у нас есть прецедент. Нехорошие исторические большевики, да, которые там были за границей, и потом пришли после февральской революции, привернули в страну и сделали большевистский переворот, и в результате там получилось непонятно что на 70 лет. Обычно у людей, которые уезжают, которые пытаются воспользоваться моментом, потом революционным, у них меньше вероятности, что что-то у них получится. Хотя там вероятность другая. Вот, допустим, если там Марк Фегин, там Гудков старший, Гудков младший, да, ну вот всех, Илья Пономарев, вот те люди, которые сейчас занимаются, там, я не знаю, Каспаров, Ходорковский, которые могут вернуться в Россию и претендовать на какую-то роль политическую, да, они, единственное, что вот там мы из-за границы можем предложить россиянам, это то, что у нас хорошие связи с заграницей, с правящими кругами, западными и так далее, да. То есть, в принципе, как бы вот западный мир может этих людей воспринять более быстро, признать их легитимность. Вот, но их же легитимность должна признать российское население, прежде всего, и российские элиты внутренние, а не... Я только хотел сказать, ну, население вряд ли, тут нужно, чтобы все, кто держит бабки, вот так скажем, давайте перейдем... Население тоже имеет значение, потому что поддержка такая, не обязательно, что оно будет там миллионами за кого-то там выходить, ну, скажем так, чтобы оно не высказывалось явно против, то есть, чтобы не появились какие-то там, например, митинги против Ходорковского, и ему сказали, вот ты там миллиардер, а потом ты жил в Германии или там еще где-то, мы тебя не хотим, и вообще ты еврей, да, и мы поэтому тебя не хотим у тебя видеть, там, и так далее. То есть, на самом деле, здесь очень непростая ситуация, и, как правило, все-таки, когда рушится какой-то режим, вот посмотрите на советский, да, как правило, новое руководство, новое правительство, оно создается из участников прежнего режима, ну, меньше всего запятнавших себя активным сотрудничеством с предыдущим. Хорошо, давайте поговорим о следующем вопросе. Заговор против Шойгу или Шойгу, как правильно, кстати? Шойгу, Шойгу, он себя называет Шойгу, и мы будем говорить так, как он себя сам называет, он говорит Шойгу. Заговор против Шойгу. В сеть слили якобы тайный разговор российского миллиардера Фархада Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина о ситуации в верхушках элит Российской Федерации. Там человек с голосом похожим на голос Пригожина говорит, что Шойгу хотят убрать свои же. По вашему мнению, это правда или это чей-то слив в кид? Сейчас надо относиться к подобным всем вещам очень с большим опасением, потому что сейчас занимаются все сливами, все дезинформацией, и информационная война идет не только между Россией и Украиной, не только между Китаем и Западом, но и внутри России, и даже внутри разных башен Кремля. Она, кстати, всегда велась. И по этому поводу это вполне может быть слив. Хотя военные к Шойгу относятся плохо внутри армии. И если вы спросите генералов, то они все скажут, что а нафига он нам нужен, это оленевод из Тулы. Но это совсем не значит, что это реальность, потому что в любом случае министр обороны – это не военный человек. И вот предъявлять ему претензии, что он не знает, что такое военное дело. Это неправильно, это глупо, потому что министр обороны – это политический деятель, а государственный деятель. А для этого не надо не служить ни в какой армии, потому что надо понимать, какую политику хочет проводить президент Российской Федерации и правительство Российской Федерации. Поэтому директор мебельного магазина может вполне быть министром обороны. Женщина может быть вполне министром обороны, возьмите скандинавские страны. Никаких проблем. Во Франции у нас две женщины были министром обороны. У нас женщина была министром внутренних дел. Никаких проблем здесь нет. Министр – это всегда политик. В России, кстати, это очень слабо осознают люди. – Кому было бы выгодно сейчас, чтобы такой разговор появился? – Ну, всем людям, которым не нравится Шойгу. Прежде всего, Пригожину Евгению, который наезжал на Шойгу. Это выгодно Кадырову, это выгодно Золотову, это выгодно всем его врагам. То есть, грубо говоря, всем его конкурентам. Это выгодно ФСБ, это выгодно даже внутри армии всем генералам, которые хотят его сковорнуть. – Ну, вы сейчас перечислили всех, кроме самого Шойгу. Получается, всем выгодно? – Да, конечно, это всем выгодно, потому что когда… Ну, это может быть даже выгодно и Шойгу, потому что если он сливает такой… Если, допустим, исходить, что он сам слил и сам заказал такой разговор, это значит, показано, что он значимое лицо. Если против вас затевается какой-то заговор, значит, вы вообще игрок, крупный игрок политический, да, и ему может быть даже выгодно, все зависит от того, как это потом подать, как это использовать. Вообще во всех войнах информационных, во всех вот таких сведениях счетов и войн компромата совершенно не факт, что компромат работает против того человек, на которого он направлен. Я вам напомню эту историю с Горбачевым, когда он слил какой-то… Когда Ельцин уже стал президентом России, а Горбачев его ненавидел и хотел сделать все, чтобы Ельцин не стал в политической плоскости, он слил информацию о том, что Ельцин где-то там упал в пьяном виде недалеко от Ильинского в Москва реку и там чуть не утонул. Какая-то история такая по пьяни. Да, и у Ельцина рейтинг взлетел на 30%, потому что в России, пьющей России, там рассказать про человека, что он пьян, это сделать ему, это сделать на самом деле ему комплимент. Да, то есть его, может, какие-то там элиты стали считать несерьезным человеком и пьяницей, но россияне наоборот сказали, но он такой же, как мы. И, кстати, про Путина то же самое. Вот когда там Путин со своими сортирами, мочи в сортирах, то есть, в принципе, даже его школьная учительница сказала, Вова, ну вообще, что это за разговоры какие-то бандитские? А в России это понравилось всем? Ну, страна, которая слушает шансон, почему нет? Вы знаете, кстати, по этому поводу у меня очень большая обида на Российскую Федерацию, потому что шансон по-французски – это песня. Да, 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 шансон. Да, это никаких негативных, никакого негативного смысла это слово не несет. Это в Российской Федерации из этого слова сделали, что вот это воровская песня. Шансон – это вообще по-французски просто песня, да? Если с Пригожиным, я имею в виду Иосифом, что-то в ближайшее время случится, значит, разговор действительно был настоящий. А с Пригожиным Евгением точно совершенно что-то случится, потому что он вообще заиграл. Я про Иосифа, я про Иосифа сейчас. А, ну, тоже, может, вы видите, как вот. Значит, если его убьют, значит, он плохой. Значит, правильный разговор был. Значит, можем обвинять даже Шойгу в том, что убили и так далее. Кстати, по этому поводу могут его убить и враги другие какие-то, потому что вот история, допустим, обратите внимание. Когда приехал Си, была история о том, что 9 китайцев были убиты в Центрально-Африканской республике. И пошла информация о том, что они были убиты в Вагнах. То есть, с одной стороны, это может быть версия, что Пригожин хотел показать Путину, что я ему, я тебе могу гадость сделать даже на таком уровне, на геопередичном, потому что, естественно, для Си Цзиньпинь это было очень неприятно. Ему пришлось даже озвучивать какую-то свою реакцию. Он сказал, что будем заниматься расследованием и так далее во время визита, который является государственным, когда говорят о, в принципе, только хороших вещах. Но, с другой стороны, это может быть провокация против Пригожина. Это могут сделать украинцы, это могут сделать французы, которым очень не нравится Вагнер в Африке. И поэтому они могут... Потому что Пригожин делал такую штуку против французов в Малии. Потому что он говорил, что они разрыли где-то там братскую могилу, которые, по их версии, значит, французы убили там кого-то там и зарыли все это дело. А вот, значит, доблестный Вагнер это дело раскопал и пытался таким образом опорочить французов. Вот, французы это не забыли. И поэтому, по этому поводу, возможно, эти китайцы, это, кстати, дело спецслужб французских, чтобы насолить и Китаю, и Пригожину. Вы говорите, с Пригожиным в ближайшее время что-то случится. Что случится? Ну, выпадет из окна или... Ну, срок, говоря, на это, наверное, никуда он не будет выпадать из окна, потому что обычно это какие-то гражданские люди выпадают из окна. А к нему прилетит что-нибудь. Ну, куда? Вот там, где? Вот как к Рогозину, только посерьезнее. Потому что он всех достал. Он достал всех, в смысле, в России, в Российской Федерации. И, кстати, это прилетит не обязательно с вашей стороны. Это может произойти просто с передовой, вот туда, в задок. А скажут, что это украинцы его убили, бедного, несчастного. Дадут ему героя, обвешивать его там орденами, сделать ему пламенные похороны и замечательные чудо. Я думаю, стоит просто отдать координаты нашей арте, и арта точно не промажет. Конечно. Я тоже думаю, это я, кстати, тоже озвучил, что вполне возможно вам сольют его координаты, и Хаймар туда прилетит, и Рецезер прилетит. Но это надо сделать лучше, чем с Рогодиным. Потому что Рогодина вам явно слили. Потому что это такой же вариант. И в Донбассе, когда он праздновал свой день рождения в ресторане, туда прилетел. И Пригожин прилетит, потому что он слишком многим людям наступил на мозоль раз, и он начал президентскую гонку. То есть он хочет стать русским Трампом, он хочет стать президентом вместо Путина. Смотрите, а с другой стороны, Сергей, прошу прощения, а с другой стороны, а зачем убирать Украине Пригожина, который шатает всю верхушку России? А это, кстати, я во всех передачах говорю со всеми моими украинскими партнерами, я вам говорю, вам ни в коем случае никого не надо убирать. Потому что пока во главе российского министерства обороны Шойгу, пока там Герасимов, пока там все эти генералы, пока там Пригожин, пока там Золото, пока там Кадыров, там такой бардак, с которым вам проще бороться. И ни в коем случае вам их никого убирать не надо. Это вот они пусть сами с собой выясняют отношения. Вам их нужно просто использовать эту ситуацию, чтобы их раздалбливать всех. Потому что, конечно, когда армия, если бы армия была построена по принципу начали, и все силы были в один кулак, то вам бы пришлось гораздо более сложно, туго. А Путин дурак в этом смысле, даже политически, потому что размазать и послать на фронт пять компонентов, которые друг с другом воюют, надо быть полным идиотом. Путин идиот, это я давно, кстати, говорил. Потому что все называют щеки, говорят, ах, он стратег какой-нибудь. Какой он стратег? У меня даже, я вот статью в 2012 году написал, вспомнил советский анекдот. Полковник, подполковник Путин, не делайте умное лицо, вы же советский офицер. И все. Но чего из него делает? Из него делают какого-то там суперстратега, я не знаю, там, никакой не стратег. Он хитрый мужик. Это да. Это у него хитрый, я бы даже сказал так, хитрожопый. Вот он, пацан из подворотни, он знает, как в подворотне разрулиться, как в подворотне выжить, как выжить в банке пауков. Вот это он знает. Но никакой стратегии у него нет. Потому что если бы у него была стратегия, вот посмотрите даже, да, русский мир, отлично, у тебя кубышка 700 миллиардов долларов. И ты говоришь, что вот там русских притесняют по всему миру. Ну, возьми, сделай государственную программу помощи соотечественникам и скажи, все, вот то, что сделали немцы. Да, немцы сказали, что все немцы, которые живут где-либо в мире, должны, могут приехать в Германию. Если у них нет гражданства, они сразу его получат. И они сразу получат деньги на обустройство, работу там и так далее. И из Казахстана поехали, из России поехали, из Прибалтики поехали немцы. И это было, кстати, не один раз уже было. Потому что фолькс-дойче было в третьем рейке и так далее. Вот Путин должен был не в Донбасс приходить с оружием, защищать русскоязычных. А взять этих всех русскоязычных и сказать им, переезжайте в Ростовскую область, переезжайте в Воронежскую область. Вот на 20 километров по другую сторону границы я вам даю каждому по миллиону долларов и по 10 тысяч гектаров на земле. Но это было бы разумно. А Путин дурак, вы же сами сказали. Да, ну это я к тому и говорю, что Путин абсолютно идиот. Потому что начать войну, не имея армии, начать войну и размазать 150 тысяч или 180 тысяч, которые он собрал в прошлом году, это ведь ничто с военной движки зрения. Потому что когда вы куда-то наступаете, у вас должно быть превосходство десятикратное. Десятикратное превосходство. А он начал наступать там по шести, а некоторые говорят даже по девяти направлениям разженно. И там никакого не было противопревосходства. Там просто пошли какие-то колонны. Их тут раздомбали где-то. И все, и они встали. И плюс к тому же не было это ничего организовано. Дали им паёвок на двое суток. Дали им горючего на 100 километров. Ну то есть все это просто глупость абсолютная. А потом на фоне этого он перессорился со всеми своими клиентами, за счёт которых в России зарабатывает деньги на минераловых рынках. И таким образом ему отрезали всё бабло. Вот сейчас у него нет бабла. У него поступлений нет. Вот нефтегазовый экспорт, хотя он там и сохранился, его там чуть-чуть переориентировали, куда-то там Китай, Индия, там ещё куда-то. Но доходы от этого экспорта в бюджет сократились наполовину. И всё. И вот январь-февраль уже дефицит госбюджета два триллиона при запланированных на год трёх триллион. Вот и всё. Ну идиот. Идиот. Как это вот в этом самом замечательном нашем фильме. Вариантовая рука. Вариантовая рука. Идиот. Дитя обмороженое. Давайте следующий вопрос. Очень коротко, если можно. ФСБ получил нового врага Китай. Говорят, что против жителя Приморского края возбудили уголовное дело по госизмене. Его обменяют в сборе сведений о ядерном вооружении России и передачи их спецслужбам Китая. Вообще такое возможно? И насколько может быть противостояние спецслужб России и Китая? И кто здесь сильнее? Конечно, возможно. Оно идёт давным-давно. Просто эти спецслужбы, которые работают по Китаю, никто не слушает. Вот ФСБ игру и внутренние службы, ФСБ, да, контрразведка, она работает по китайской агентуре на Дальнем Востоке, в Сибири и в России. И она говорит, что она докладывает своему руководству с земли. Она на земле, а руководство наверху. Она докладывает, что Китай скупает Российскую Федерацию. А местные власти, все местные власти, управы, мэры городов, губернаторы, это всё дело активно Китаю продают. Россия распродаётся Китаю. И эта информация у ФСБ есть. Просто вот когда Бортников её получает, он что, дальше понесёт её Путину накануне визита Си Цзиньпиня в Москву, когда у Путина остался только единственный международный большой крупный партнёр, это Китай. Это все знают. Это все знают. Это все знают. Там на Дальнем Востоке давным-давно уже всё это скуплено. Раньше этим Япония, кстати, занималась. Потому что, ну, приезжайте в Владивосток, посмотрите, там подавляющее большинство машин с левым рулём. С правым рулём, вернее. Да? Значит, либо японские, либо корейские, какие там они, я не помню, у корейцев-то по какой стороне они ездят. Но вот японцы точно ездят по другой стороне, да? И всё это скуплено, причём это скупалось ещё в 90-е годы, вот когда вот разваливалось на конце перестройки, когда уже не было никакого бабла, уже, например, весь Дальневосточный и Тихоокеанский рыбный флот, они все работали на Японию, на Южную Корею, на Австралию, на Новые Зелания, на кого угодно, только не на Советский Союз. И там уже сразу были схемы. И поэтому, конечно, китайские спецслужбы работают, но китайцам не нужно вести войну, они же хитрые люди. Они делают так, как они делают в Африке. Они приезжают с баблом просто и всё, и экономически всех покупают. Но они вирус, потому что они не способствуют развитию территории напрямую. То есть, грубо говоря, когда у них есть, допустим, проекты экономические с Дальним Востоком и Сибирью, там вот другая какая-то страна, допустим, приедет, вложит какие-то деньги, но использует местные ресурсы, трудовые ресурсы и так далее. А Китай завозит своих рабочих, завозит все его фирмы, там всё это делают. То есть, Китай таким образом даже за границей, когда он какие-то проекты развивает, это работа его экономическое развитие. Всегда. Ну, за исключением там рабов, которые могут там работать, там салат какой-нибудь выращивать, или там огурцы для Китая по ту сторону границы. И ФСБ это всё прекрасно знает. Просто никому это не нужно, это знание. То есть, им говорят, ну, забудьте, ребята, опера, которые собирают эту информацию, забудьте. А дальше, я тоже уже рассказывал, вы знаете, ФСБ – огромный аппарат, почти советский аппарат. Кто-то говорит, даже 40 тысяч человек, значит, ну, 200 тысяч – это погранцы, или там 150 тысяч половина, вот, а вторая половина – опера. Им же надо что-то работать, ведь эти опера есть в каждом районе Российской Федерации, есть второе управление, районное управление ФСБ. И дальше есть областное управление ФСБ по такому-то городу, там, допустим, по Томску и Томской области, по Омску и Омской области, по Хабаровску и по Хабаровской области, по Владивостоку и по Владивостокской, там, что у нас там, округ, я не знаю. И им всем надо отчитываться о том, что они ловят шпионов. И поэтому, конечно, они ловят первого попавшегося китайца, который там перевел 2 рубля какому-нибудь там менту за то, чтобы снялся с него штраф на машину, и делают из него шпиона. То есть они не ловят настоящих шпионов, они ловят Григория Пасько, да, журналист военного, который просто читал военные газеты и делал обзоры для иностранных институтов исследовательских. Сделали из него шпиона. И получили генеральские звезды, там, ордена и так далее. Им же надо всем отчитываться перед этим делом, перед начальством. Ведь они же дермоеды, это же огромный... А даже те, кто не дермоеды, вот когда они находят что-то настоящее, когда они говорят, вот нам китайцы практически коррумпировали весь аппарат губернатора Хабаровского края. Да? Или, да, Хабаровский край, наверное, да, он там в Хабаровске. Или там Красноярского края. Или еще чего-нибудь. Или Якутия. А им говорят, забудь, парень. Ты чего, обалдел, что ли? Мы что, это в Москву повезем, что ли? Кому докладывать-то будем? Это что значит? А где мы были, пока они коррумпировали? Да, нас же спросят, вот первый вопрос, молодцы, а дальше, а где вы были? А как вы допустили это дело? А кто это допустил? А ну, подать нам этих оперов, которые вовремя не рассказали. И все. И это получается безысходная абсолютная ситуация, а не все. И Путин, кстати, это все знает, потому что он же работал в контрразведке в Советском Союзе, в КГБ. Хорошо, давайте перейдем ко второму блицу от наших зрителей. Напоминаю, короткие вопросы, короткие ответы, в два-три предложения. И вот такой вопрос. Кто преступник номер два сразу после Путина, по вашему мнению? Патрушев. Почему? Потому что он секретарь Совета Безопасности, а дальше Медведев, потому что он заместитель Путина в Совете Безопасности, а дальше Матвиенко и Володин, потому что они голосовали все законы Путина в ведении войны, а дальше Патриарх Кирилл, потому что он вообще не религиозный деятель и не верующий, а он просто антихрист и служит дьяволу. А дальше все по линейке государственной табели о рангах. Россияне что-то сейчас могут поменять в России? Могут. Если россияне единовременно все выйдут на улицу, они могут поменять все, что угодно. Власть всегда строится на добровольном подчинении населения. Если население хотя бы скажет, мы вас не считаем властью, власть закончится. Туда пропал Кадыров? Кадыров пропал в свою Чечню, у него проблемы явно, наверное, со здоровьем, у него проблемы очень большие политические, и его убрали точно так же, как уберут Пригожина. Он задолбал всех в центральной власти, потому что он претендовал на соперничество с сильными противниками. И они его закопали. По вашему мнению, для России будет лучше, если она распадется или сохранит все свои территории? Сложный вопрос. Думаю, что, наверное, хорошо бы было, чтобы эта империя, потому что Россия не федерация, никакая, никакая не демократическая страна, чтобы она сначала распалась, а потом собралась как в каком-то другом виде. А для мира как будет лучше? А вот для мира тоже будет лучше, но опасность есть, потому что кому отойдет оружие ядерное, прежде всего, и как мирно будет происходить этот процесс. Будем надеяться, что все случится максимально комфортно для России и для всего мира, чтобы все случилось так, как мы этого желаем. Каждый жил на своей земле и не нападал друг на друга. Большое вам спасибо, Сергей, за сегодняшнее интервью. Все очень интересно, аналитически и по полочкам. Хорошего вам дня и ждем победы Украины. Героям слава. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!